Здравствуйте! Специалисты считают, что во время спеха у человека двигается каждая клетка, поэтому смеяться полезнее даже, чем заниматься спортом. Поэтому старайтесь побольше слушать анекдотов, почаще хотя бы. Дед Петрухо спрашивает в городе у прохожих. Падайте Христа ради, прохожие говорят. Ну а вы же, мужик, в полном расцвете сил, работать не пробовали? Дед Петрухо говорит. Да, я после работы. Дед Петрухо обращается к врачу. Доктор, подскажите, пожалуйста, когда я сижу возле компьютера в интернете, у меня ушах свистит. Мужик говорит, да, это, вот это, у вашей жизни пролетает мимо вас со свистом? Блин, вот это. Один мужик женился во второй раз. Однажды он приходит на рыбалку весь в синяках. Его спрашивают, что случилось? Он говорит, да, понимаете, вот такое дело. Прихожу я однажды с рыбалки. Жена спрашивает, а ты где был? Я говорю, я на рыбалке был. Жена опять спрашивает, я еще спрашиваю, ты где был? Я говорю, я на рыбалке был. Жена говорит, я последний раз спрашиваю, ты где был? Ну, на рыбалке я был. Говорю, ну откуда я мог знать, что она в курсе, что в Днепре ментайне водится. Мужикам на заметку, если ваша соседка заходит к вам часто за солью, значит его интересует еще и ваш перец тоже. Едут мужики на машине, смотрят впереди едет плодинка, а на машине стикер, нет, не угадали, кредит взяла. Песня огородников, я разогнулся посмотреть, не разогнулась ли она, чтоб посмотреть не разогнулся ли я. Зрители цирки были ошарашены, когда медведь, ехавший на мотоцикле, слез с мотоцикла, закурил, вытащил гаечный ключ и сказал, ну вот опять. Девушка купила себе новые босоножки и натерла ноги, решила приобрести плоский пластырь, чтобы как-то вылечиться. Зашла в аптеку, стоит в очереди, ждет, пока очередь не дошла, чтобы не было скучно, начала читать, что там написано. разглядывать витрины. Подошла и спрашивает, когда ее очередь дошла, а сколько стоят у вас противозачаточные таблетки? А аптекарша говорит, ну бывает по 500 рублей, по 800. Девушка говорит, а понятно, мне дайте плоский пластырь. Вот этого слова у аптекарши случился очень сильный смех. В час прибыл новое пополнение, военную часть, спрашивает, рядовой Петров, кем вы были на гражданке, какая у вас специальность? А тот говорит, я разведчик, его спрашивают, как это разведчик, рядовой Петров говорит, я искал халявную выпивку. Путин говорит, товарищ майор, давай его оставим при штабе для продолжения профессиональной деятельности. Матроны спрашивает, Петруха, почему ты считаешь, что труп между нами проражаться дальше не может, Петруха говорит. Да, Мартон, понимаешь, от нашей дружбы между нами что-то встает и мне приходится весь вечер его укладывать. Вовочка говорит отцу, и зачем мне это высшее образование? У нас на работе с высшим образованием только техничка и сантехник. Муж и жена решили отправиться в отпуск. Жена говорит, так, дети отправятся к бабушке, кошку хотела взять «Михайловна, собаку оставим в дворнику». Муж говорит, а если так будет тихо в доме, зачем ехать-то? Мужик рассказывает, проходил я мимо троллейбусной остановки, смотрю, ругаются муж и жена. Я кромку вернул, они остановились, засмеялись и помирились. Я купидон. Мужик. В лагере детей помогает укладывать свои вещи воспитательница. Вовочка. И спрашивает, Вовочка, зачем тебе зонтик в лагере? Вовочка спрашивает, а у вас когда-нибудь мама была? Белевочка. Вовочка спрашивает у деда Петрухи, ну как у вас состояние после отравления сейчас лучше стало? Дед Петрухов говорит, да, доктор, лучше сейчас держу, без боязни обделаться. Белевочка. Дед Петрухов, когда узнал о финансовом состоянии любовника его жены, начал называть свои рогами изобилия. Белевочка. Троллейбус ездит, витком набитый. Дальше комаров некуда зайти. А кондукторша была, шириной полтора метра. И вот однажды она говорит, встает и говорит, держите скрочка, я пошла. Да, от этого слова всем участникам стало весело до конца поездки. Девушкам на заметку, если вас послали, не угорчайтесь. Оттуда еще никто не возвращался с плохим настроением. После первого бокала шампанского Елена Прекрасная становилась Еленой Премудрой. После второго бокала стала Еленой Прекольной. После третьего – лягушка и путешественницы. Бравь спрашивает, ну как вам, помогло мое лекарство для потенции? Мартиона говорит, да, доктор, очень помогло. Мы были в восторге, а посетители ресторана даже офигели очень. Премудрой – лягушка. Пьяный мужик заходит домой, кряхтя, сопя, падая, разувает плотинок. Потом также второй встал, постоял минуту и начал одевать обратно. Жена смотрит и спрашивает, ты куда это? Пьяная такая, ты мне всю жизнь испортила. Пьяный мужик говорит, фу, а я думал, не туда попал. Пьяный мужик говорит, да, дам мне деньги, верну, верну. Тебе говорят, да, фиг с ними, с деньгами. Коэлектрики где? Пьяный мужик говорит, да, дам мне деньги, верну, верну. Колодного накормить, утопающего спасти, оборзевшего отмутузить. Блютика! Коллеги спрашивает у деда Петрухи на работе, откуда у тебя такой шикарный костюм? Тот говорит, а это меня жена подарила. Без повода. Подражаюсь я днем раньше, ночью из командировки, смотрю, на стуле висит костюм. Правда же, нормальный? Блютика! Девушка говорит деду Петрухе, дед Петрухе, куда вы? Это же женский туалет, а я что с овчаркой? Дед Петрухе говорит, да, она у меня, девушка, мужской идти стесняется. Подписываемся, кликаем на колокольчик. Подписываемся, кликаем на колокольчик.